Девушки отдыхают Может быть, тебе нужна помощь? Помощь? По мне, так она тут всем нужна. Ну вот скажем, если бы ты принес мне с полсотни кусков железной руды, то я мог бы немного передохнуть. А то вкалывать у жилы целыми днями, как ты сам понимаешь, работа не из легких. Полсотни? Именно столько руды мы все должны относить Хильдуру в плавильню каждый день. Если принесешь меньше, то на следующий день должен будешь добыть эту норму и то, что не донес в последний. И так без продыха. Спасает только одно. Орк, который пересчитывает руду, иногда может, скажем так, не заметить недостачу. Но только в том случае, если у тебя при себе имеются золотые самородки, и ты безусловно с ним поделишься ими. Значит, тут и золото можно добывать? Нет, просто тут в рудной породе подчас встречаются небольшие золотые прожилки. Но об этом никому, понял? Это наш небольшой секрет. Ибо если Ардагар прознает про все это, то тогда нам точно придет конец. Ну а что-то мы с тобой заболтались. Ну так что, принесешь мне руду? Я постараюсь. Вот твои полсотни кусков. Отлично, приятель. С такой кучей руды мне теперь не надо трястись за свою задницу. По крайней мере, денек-другой можно будет расслабиться. А как насчет золотых самородков? Хе, каков хитрец. А ты далеко не так прост, как кажешься на первый взгляд. Ладно, если хочешь, то могу дать несколько штук. Я предпочитаю золото. Тогда вот, держи. Как уж говорится, чем богаты. Эй! Я могу чем-то помочь? Да. Например, оставить меня в покое. Если орки заметят, что я тут с тобой болтаю, мне придется не сладко, приятель. Эй, ты! А если серьезно? Послушай, мне не нужна твоя помощь. Но если действительно хочешь сделать доброе дело, принеси мне чего-нибудь попить. А то у меня во рту все так пересохло, что даже сглотнуть больно. Вот, хлебни воды. Так гораздо лучше. Может, что-нибудь еще? Даже не знаю. Стоит ли тебя просить об этом? А ты попробуй. Ладно. В конце концов, кроме тебя мне здесь навряд ли кто-нибудь поможет. Скажи, ты часто бываешь на поверхности? Конечно. И какова там ситуация? Не намного лучше, чем здесь. Орки почти полностью контролируют остров. Единственное, куда они еще не посмели сунуться, это сам Хоринис. Но вряд ли это случится в ближайшее время, поскольку там расположился большой отряд паладинов. Что же, это не может не радовать. А почему ты, собственно, интересуешься? Дело в том, что как раз в Хоринисе живет мой отец. Если бы ты только смог передать ему весточку о том, что я жив. И кто твой отец? Его зовут Карл, он кузнец. Если ты бывал в городе, то наверняка должен его знать. Да, я знаю его. Но захочет ли он услышать такие новости? Я понимаю, что мое теперешнее положение не излучшим. Но я все-таки до сих пор жив. И он должен знать об этом. Хорошо, я передам ему это. Благодарю тебя, приятель. Больше во мне и не надо. Эй, ты! Да я смотрю, ты тут особо и не работаешь. Ну, только когда этот орк-охранник спит. А спит он, по всей видимости, очень долго. Даже если так, кто об этом узнает? Я мог бы рассказать про тебя оркам. Но ты ведь этого не сделаешь, правда? Не сделаю. Если только поможешь мне в одном деле. Что тебе от меня нужно? Да ладно, расслабься. Я просто пошутил. Ну и шутки у тебя, приятель. Так можно и последние нервы потерять. Ты здесь давно? По правде говоря, я уже потерял счет времени. Но если орки и дальше будут заставлять меня столько работать, долго я тут не протяну. Чем ты тут занимаешься, когда работаешь? Ты будешь удивлен. Но я читаю. Читаешь? Что тут можно читать? В этой пещере я нашел одну старую каменную табличку. Язык в ней немного похож на человеческий. Хотя точно не уверен. Дашь взглянуть? Эй, руки прочь. Считай, это единственная вещь, которая наполняет хоть каким-то смыслом всю мою жизнь. Даже так? Конечно. Ведь кроме орков и этой проклятой жилы, я больше уже тут ничего не увижу. А так, хоть какое-то разнообразие. Что ты хочешь за свою табличку? Хм, вообще-то она для меня бесценна. Но раз уж ты спросил, полагаю, что хорошая книга будет достойной замены для нее. И желательно, про звезды. Про звезды? Я всегда любил наблюдать за звездами. Даже еще когда был мальчишкой. Но судьба распорядилась иначе. И теперь я вряд ли еще когда-либо их увижу. Но зато хотя бы почитаю про них. Понимаю. Эй! Как ты? Бывало и лучше. Помощь не нужна? Хочешь вместо меня подолбить эту жилу? Давай, я не против. Нет, я имел в виду нечто иное. Если хочешь действительно помочь, лучше достань для меня нормальную кирку. А с этой что не так? Ты-то уже настолько стара, что вот-вот сломается. А орки требуют все больше и больше руды. Почему бы тебе самому не попросить ее у них? Как же? Тут чуть рот откроешь, сразу получишь от них втык в ребра. Так что приходится самому хорошенько следить за своим инструментом. Но всему же есть предел. Ладно. Поищу для тебя новую. У меня есть для тебя кирка. И что это? Такое же старье, как и у меня. Парень, достань мне нормальную кирку. Такую, чтобы она не разлетелась в щепке после первого же удара. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что еще такое? Привет. Как дела? Вот ты нашел, что спросить. Хреновые дела. Да и какие еще они тут могут быть? День и ночь только и делаешь, что долбишь эту проклятую жилу. Пройдет еще десяток лет, а все останется точно так же. Но если только не брать в расчет то, что можно просто не дожить до этого времени. А я смотрю, ты оптимист. Вот побудешь тут с мое, таким же станешь. Давно ты уже тут? Больше, чем ты можешь себе представить. А это примерно сколько? Слушай, приятель. Если тебе нечем заняться, то лучше поприставай с вопросами к другим парням. А мне надо работать, иначе орки с меня в шкуру спустят. Эй! Что ты знаешь о побеге рабов? Тише ты. Или хочешь, чтобы нас услышали орки? А ты что, боишься? Парень, тут такими вещами не шутят. А то в миг можно попрощаться со своей жизнью. Ну так ты расскажешь или нет? Беллиар тебя бы побрал. Вот же навязался на мою голову. Хорошо. Я расскажу тебе все, что знаю. Но за это ты окажешь мне одну небольшую услугу. И о чем идет речь? Для начала достань мне несколько целебных эликсиров. Думаю, что пяти хватит. А то в последний раз, долбя жилу, я очень сильно потянул руку. Эта зараза так ноет. А я не могу нормально работать. Еле справляюсь с дневной нормой. Слава Инносу, что орки пока этого не заметили. А то с такими у них разговор короткий. Для начала? А будет что-то еще? Сначала принеси эликсиры. А потом мы поговорим обо всем остальном. Или тебе уже неинтересно узнать про побег. Ладно, успокойся. Попробую раздобыть для тебя парочку другую. Так-то лучше. Вот твои эликсиры. Поль как рукой сняло. Остальные пригодятся на будущее. Но, как я говорил, это еще не все. Я тебя слушаю. Мне нужно, чтобы ты вернул мне мое кольцо. Что еще за кольцо? Обыкновенное серебряное кольцо. Ничего особенного. Но есть одно обстоятельство. Дело в том, что его мне подарил мой отец. Ага, фамильная вещица? Что-то вроде того. Все эти годы, проведенные в шахте, оно хранилось у меня. И когда я смотрел на него, то вспоминал свою семью. И те времена, когда все было по-другому. Но однажды этот грязный ублюдок Вакуршак заметил у меня это кольцо и забрал его себе. Кто такой Вакуршак? Один из старших надзирателей орков. Жадный до всего, на что положит свой глаз. Значит, ты хочешь, чтобы я как-то попробовал договориться с ним насчет твоего кольца? Я не знаю, как ты это сделаешь. Но вижу, что тебе тут позволено спокойно разгуливать, даже с оружием. А значит, что он тебя хотя бы выслушает. Ну ладно, посмотрим, что можно сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, ты! Тренируешься? Урдак хотеть быть сильный воин. Хотеть быть как его брат. Умрак. Поэтому человек не мешать, Урдак. Иначе тот сильно злится и будет бить человек. Какой ты грозный. Умрак твой брат? Быть так. Быть очень сильный воин. Сражаться на великий арену братов. Покажешь мне пару своих приемчиков? А почему Урдак должен это делать? Урдак думать, что человек быть слабый. Может проверим? Ардагар запретить тут сражаться. Если ослушаться, то браты убивать человек и Урдак. Если человек хотит доказать Урдак, что он быть сильный, то идти и побеждать у мрака. Тогда Урдак научить его сражаться оружием братов. А что ты здесь вообще делаешь? Урдак охранять вход в кубок и шахта. Если с ней забыли ходить враг, то Урдак сражаться с ним. А что там за враг? Урдак этого не знать. Но другие браты говорят, что он очень сильный. Он даже хотит пойти сам смотреть. Но Ардагар говорить Урдак нельзя. Урдак сильно печалится. Урдак хотит биться с враг. Ну, не расстраивайся. Может быть тебе еще представится подобная возможность? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я попал сюда еще в те времена, когда всей долиной заправляли рудные бароны. Как же ты угодил коркам? Это долгая история. Как-то раз я сопровождал груз руды из старой шахты. Когда мы уже почти подходили к замку, на нас вдруг внезапно напали орки. Большую часть конвоя они тогда перебили. Ну а меня и еще нескольких парней приволокли сюда. Когда же орки прознали, что я неплохо умею обращаться с рудой, то поставили меня тут, у печи, лить стальные болванки. Вот так я тут до сих пор и торчу. Мне, конечно, попроще, чем другим парням. У меня даже есть своя кровать. Но, по сути, я такой же раб, как и они. Понятно. Как работает? Все так же, приятель. Целый день только и занимаюсь тем, что отливаю стальные болванки. Но лучше уж так, чем с Кайлом кужилы. Это ты точно подметил. Ты можешь научить меня плавить руду? Извини, но у меня сейчас на это нету времени. Орки пристально следят за тем, как я работаю. И чуть что, сразу начинают подгонять своими топорами. Особенно вон тот орк, по имени Дабаршак. Этот вообще с меня глаз не спускает. Вот если бы ты как-то отвлек его на время, то я вполне бы смог показать тебе, как плавить руду. С условием, конечно, что у тебя будет для этого достаточно опыта. Ладно. Попробую что-нибудь придумать. У тебя есть какая-нибудь работенка для меня? Хоу. Ты бы мне очень помог, если бы раздобыл где-нибудь угля. Эта печь так стара, что мне каждый раз приходится тратить кучу времени, чтобы разжечь в ней огонь. А нормального угля тут днем с огнем не сыщешь. И сколько тебе его нужно? Совсем немного. Имей бы я под рукой хотя бы 10 кусков угля, то этого количества мне бы надолго хватило. Хорошо. Попробую достать его для тебя. Я принес тебе угля. Отлично, парень. Теперь моим мучениям пришел конец. К сожалению, мне нечем тебя отблагодарить. Есть только пару кусков железной руды. Больше вы и не надо. Что ты знаешь о нижнем уровне шахты? Хм. А с чего вдруг такие вопросы? По словам Роллана, ты должен кое-что знать об этом. Ага. Так значит, это тебе ровно шептал. Вот же штрипло. Значит, он прав. Может, тогда расскажешь мне, что тебе известно про нижний уровень? Эх, ну ладно. Хотя я не особо люблю говорить на эту тему. В общем, в свое время на нижнем уровне тоже добывалась руда. Но не просто железная, а магическая. Там было очень богатое месторождение этой горной породы. И все шло прекрасно до тех пор, пока орки, видимо, не откопали там то, что они не должны были откапывать. Что же именно они там нашли? Я не знаю, приятель. В то время я уже работал здесь, у печи. Поэтому отходить далеко не мог. Но одно я знаю точно. После того случая орки закрыли проход, ведущий на нижний уровень. И больше его никогда не открывали. Значит, никто не знает настоящую причину, почему орки закрыли ту часть шахты. Если ее кто-то и знает, то только сами орки. Но из тех, кто здесь был тогда, остался только один грок. Старый орк-охранник, что стоит возле подъемника. Можешь попробовать поговорить с ним. Если, конечно, он станет тебя слушать. Хорошо, так и сделаю. Посмотрим, что произойдет. Посмотрим, что произойдет. Что человек тут делать? Почему не работать? Я не из числа твоих рабов. Тогда что тебе быть надо от Ардагар? Ты кто? Меня звать Ардагар, человек. А это будет мой железный шахта. А я думал, шахта принадлежит оркам Уртрала. Да, будет так. Но приказы отдавать тут только я один. Так что человек, быть осторожный в своих словах. Если не хотеть разгневать Ардагар. Иначе знак силы не помочь ему. Когда вы своих ждете... У.... ?' Девушки отдыхают 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 это и ты мне нужна новая кирка если человек хотеть новой кирка то платить фабор шаг золото и сколько ты хочешь 10 золотой самородок и не куска меньше не слишком ли много для обычной кирки фабор шаг думать цена быть хорошей хорошей чтобы ее продавать продай мне кирку будь хорошей сделка теперь человек может собрать свой инструмент эй вот нужный тебе ключ совсем другое дело приятель теперь действительно видно что ты свой человек а зачем тебе он понадобился нам всем тут приходится довольно не сладко многие голодают а у орков на складе наверняка есть чем поживиться думаю они вряд ли заметят если со склада вдруг пропадет немного еды а парням лишний кусок хлеба только в радость смекаешь конечно главное чтобы уборки ничего не заподозрили а откуда они узнают ты ведь им ничего рассказывать не собираешься само собой понять в большом случае с тем не一定要 оставаться на мой взгляд вам надо будет смотрите вот такие здоровые нормы и текущие шаги и я знаю которые они должны обидеть у тебя в доме в доме и в таком отзоре не боятся ли у самопать текущего собираешься ли все выборки у мать да и не признаю выводит нам поэтому вы сможете уронить все таки свои линия киркетку и декабál как на что-то у меня нет то есть для защиты в декаблогов россии и у меня не Solomon Продолжение следует... Продолжение следует... Неужели ты услышал мои молитвы? Что с ним? Расскажи мне всё! Он до сих пор жив, но находится в плену у орков. Проклятье! Не сказать, что это слишком хорошие новости. Но, по крайней мере, у меня всё ещё остаётся хоть какая-то надежда увидеть его. Теперь я буду молиться каждый день, чтобы Иннос помог мне в этом. Благодарю от всей души! Порадовал старика! Да не за что. Продолжение следует... Продолжение следует... Первый раз слышу об этом. Я принёс 10 бутылок пойла. Прекрасно! Значит, я могу продолжить свои исследования. Зайди ко мне как-нибудь потом. Может, появятся новости. Как исследование? Я сделал открытие. Я могу сделать зелье с очень интересными свойствами из орочего пойла. Для одной бутылки зелья мне понадобится 10 бутылок корочего пойла и 300 золотых. И учти, что эта цена со скидкой только для тебя. Покажи мне свои товары. Рано или поздно это закончится. В этом месте порядок и хаос были равны. Я... Я прошу твоего благословения. Ступай с благословением Адоноса, сын мой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересно. Я принес тебе рецепты вин. Отлично. Какие именно? Вот рецепт вина забвения. Какой странный состав ингредиентов. Едва ли мы сможем приготовить такое в ближайшее время. Но все равно я благодарю тебя за труды. Вот. Возьми этот свиток вызова огненного голема в качестве награды. Используй его только тогда, когда почувствуешь в себе достаточно силы. Иначе это может плохо закончиться. Что же. Полагаю, теперь мы значительно расширили наш ассортимент вин. И других рецептов нам пока больше не требуется. Я благодарю тебя от лица монастыря за твою помощь. И да пребудет с тобой Иннос. Мне нужно кое-что. Я благодарю тебя за твою помощь. Я благодарю тебя за твою помощь. Я благодарю тебя за твою помощь. Пусти нас всегда освещает твой путь. Продолжение следует... 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 Харата... Продолжение следует... Так ты что... Продолжение следует... 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 Эй! Я поговорил с твоим отцом. Ты меня не обманываешь? Нет, конечно. Мне нет смысла этого делать. И что он сказал? Твой отец был рад услышать о том, что ты до сих пор жив. И он будет молиться за тебя, Инносу. В надежде, что когда-нибудь ты все-таки сможешь вернуться домой. Эх, я был бы и сам рад в это поверить. Да только отсюда не сбежишь. Но в любом случае, я благодарен тебе за твою помощь. Вот. Возьми этот кусок руды в знак моей признательности. К сожалению, больше мне дать тебе нечего. Эй, ты! Эй! А как тебе это? Ну, вот это совсем другое дело. С таким инструментом я наколочу дневную норму одним махом. Спасибо тебе, приятель. И чего же ты ждешь? И чего же ты ждешь? Эй! Это твое кольцо? Да, это оно. Как тебе удалось его вырвать из рук Вакуршака? Тебе лучше не знать. Этот орк оказался еще тем торгашом. Ну да ладно. Главное, что оно теперь снова у меня. Благодарю тебя, старина. Смотри только, чтобы его не отобрали у тебя снова. А то в следующий раз сам его будешь возвращать. Само собой. А как насчет нашего уговора? Конечно. Я сдержу свое слово и расскажу тебе все, что я знаю о побеге рабов. Это случилось пару лет назад. Один раб по имени Барга задумал бежать отсюда. Он подбил большую часть трудокопов поднять бунт в шахте. А сам тем временем, воспользовавшись всеобщей суматохой, хотел проскользнуть незамеченно мимо охраны. В условленный день рабы подняли мятеж. Они убили пары охранников и всей толпой двинулись к выходу. Но орки оказались хитрее. Они перекрыли все выходы из шахты, кроме одного. Поэтому восставшим ничего не оставалось делать, как только идти именно туда. Но в конце этого пути их ждал тупик. А сверху уже поджидал карательный отряд орков-арбалетчиков. Что было дальше, я рассказывать не стану. Могу сказать только одно. В той бойне никто не уцелел. Многие тогда поплатились своей жизнью, доверившись сказкам Барга. А что стало с ним самим? Ха! Поняв, что его план провалился, Эта крыса забилась в самый дальний и темный угол, что только смогла найти. Но орки отыскали его, а потом отрубили ему голову в назидание остальным. Вот так все и закончилось. С тех пор здесь больше никто не помышляет о побеге. Одно только это слово наводит на них ужас. Да, довольно печальная история. Вам никогда не удастся выбраться из этой шахты. Ты в это и сам не веришь, да? Нет. Просто главный проход из шахты прямиком ведет в город орков. И там вас уже будут поджидать не простые охранники, а элитные воины. Проклятие. Я такое даже и представить не мог. Теперь ты знаешь об этом. Ну тогда, полагаю, нам всем стоит смириться с нашей участью. По всей видимости, мы навсегда останемся гнить в этой дыре. Что заставит вас снова поднять мятеж? Навряд ли такое вообще возможно. Люди слишком сильно напуганы. У них нет ни веры, ни сил, чтобы сражаться. Ни доверия кому-либо. Вам просто нужен сильный лидер. Хм. Да, возможно, ты прав. Да вот только оглянись вокруг. Кого ты видишь? Тут только простые рудокопы. А долгие годы, проведенные в этой шахте, очень быстро ломают людей. Я слышал, что среди вас есть паладин. Паладин? Здесь? Ты что, шутишь? Даже и в мыслях не было. Именно поэтому я сейчас тут. Вот тебе новость. Но знаешь, даже если это и правда, вряд ли он себя как-то здесь проявит. Орки задерут с него шкуру живьем, если узнают, кто он на самом деле. А у тебя нет мыслей, кто бы это мог быть? Откуда, приятель? Я ведь только что сам узнал об этом. А кто может знать? Второй вопрос сложнее первого. Но если бы я начинал свои поиски, то первым делом поговорил бы с Кроу. Он что, какой-то особенный? Нет. Просто он самый умный из нас. Раньше он был то ли магом, то ли алхимиком. Я уже забыл, если честно. Так что для начала поговори с ним. Может быть он что-нибудь тебе и подскажет. Хорошо. Спасибо за совет. Я слышал, что ты интересовался старой табличкой НУЦа. Да, это так. Но, к сожалению, он никому ее не отдает. А мне вот отдал. Вот она. На него это не похоже. Надеюсь, это произошло по доброй воле? Само собой. Лучше ответь, что тебя в ней так заинтересовало? Ну как? Тут довольно редко можно встретить подобные вещи. К тому же, мне было просто интересно, что же в ней написано. Вот. Можешь взглянуть на нее, если хочешь. Ну, кстати, не смог ее прочитать. Что же. Давай посмотрим. По всей видимости, она написана на старомертанском наречии. В здешних краях на нем уже давно никто не разговаривает. А ты его знаешь? Тогда загляни в него. К сожалению, его отобрали у меня орки. В тот день, когда я попал сюда. Но помнится, что я тебе уже рассказывал об этом. Да, рассказывал. Просто как-то вылетело из головы. Но как бы то ни было, без него я ничего не смогу сделать. Понимаю. У меня к тебе есть один вопрос. Хорошо. Я отвечу на него, если смогу. Дело в том, что я ищу тут одного паладина. Тише, тише, друг мой. Не так громко. Нас могут услышать. Здесь крайне опасно обсуждать подобные темы. А орки ошибок не прощают. И все же. Ты что-нибудь знаешь об этом? Хм. На мой взгляд, ты действуешь слишком прямолинейно. Неужели ты полагаешь, что я стану обсуждать подобные вопросы с тем, кому пока не особо доверяю? Ведь ты играешься с орками. А это, друг мой, крайне отрицательно сказывается на твоей репутации среди рабов. А мы не можем так рисковать. Ибо это может быть наша последняя надежда выбраться отсюда живыми. Так что, давай лучше вернемся к этому разговору тогда, когда положение дел немного изменится. Что здесь говорят про меня? Хм. Похоже, что ты смог тут завоевать всеобщее доверие, странник. А значит, пришло время встретиться тебе с тем, кого ты так искал. Однако у нас есть одна небольшая проблема. Что еще за проблема? Тут кругом полно охраны. Поэтому нам надо найти такое место, где орки нас точно не услышат. А есть мысли на этот счет? Хм. В той пещере, где работает Нутс, обычно находится всего лишь один охранник. Вот если бы ты как-нибудь смог отвлечь его, это дало бы нам время поговорить с Паладином. Ладно, я попытаюсь увезти его оттуда. Хорошо. Тогда я буду ждать твоего сигнала. Куда мы это быстро из-за этого? А сюда мы пришли? Кроток, конерок, ботерок. Рот-морота. Эм, что ты сказал? Тебя вызывает к себе Ордаган. Молоток, конерок, конерок. Если честно, я не понимаю, что ты там пармочешь. Но если не хочешь его разозлить, лучше бы тебе поторопиться. Молоток, конерок. Молоток, конерок. Молоток, конерок. Молоток, конерок. Молоток, конерок. Эй! Я избавился от охранника. Хорошо. Об остальном я позабочусь сам. А ты? Ступай обратно в пещеру и жди. Эй, это ты искал за мной встречи? Да, это был я Если ты действительно паладин Он сам Мое настоящее имя Вензи Вензи? Выходит, что я не ошибся Рад за тебя Но так что тебе от меня было нужно? Значит, Гарс это не настоящее твое имя? Нет Просто это первое, что мне пришло в голову Когда орки схватили меня Меня прислал Гаронт Гаронт? Ты знаешь Гаронда? Конечно Он сейчас укрылся со своими паладинами В старом замке рудных баронов Правда, его со всех сторон окружили орки Поэтому им там приходится не сладко Но он послал меня выяснить Что стало с тобой и твоим отрядом Именно поэтому я сейчас здесь Боюсь, что у меня для него печальные новости Все мои люди мерзвы Лишь мне одному удалось выжить Но, как видишь, я попал к оркам в плен Мы нарвались на один из их патрулей Орки напали на нас внезапно Уже через несколько минут боя Я потерял почти половину своих людей Видя, что ситуация складывается не в нашу пользу Я приказал своим людям отступать к реке Но было уже поздно Орков становилось все больше и больше В итоге пересечь реку удалось только мне Хвала Инносу, орки не погнали за мной Однако я был ранен И сильно истекал кровью Мне даже пришлось снять свои доспехи Поскольку они сильно сковывали мои действия И теперь единственная надежда была только на то Что Гаронт успеет занять оборону в замке И мне нужно было как-то добраться туда Но, как видишь, этого я сделать не смог Орки поймали меня раньше И притащили сюда Так что теперь я обычный раб Добывающий железную руду Орки ведь не догадываются, что ты паладин Нет Эти твари приняли меня за обычного каторжника рудокопа Если бы они только знали, кто на самом деле стоял перед ними Я был бы уже давно мертв Понимаю Мне надо каким-то образом вытащить тебя отсюда Интересно Ха-ха-ха И как ты собрался это делать? Думаешь, что орки просто так возьмут и отпустят меня? Нет, конечно Но я что-нибудь обязательно придумаю Послушай меня, приятель Я, безусловно, польщен тем, что ты проделал такой долгий путь только ради меня Но в этой шахте есть и другие люди Нельзя их просто так взять и бросить на произвол судьбы Ведь когда они узнали, что среди них есть теперь паладин То у людей появилась самая настоящая надежда на спасение Поэтому теперь я несу ответственность за их жизни Так что либо выбираться отсюда всем вместе Либо никак Но ты должен понимать, что я не смогу вытащить всех из этой шахты Тогда лучше не стоит больше говорить об этом Я отсюда никуда не уйду Если не буду уверен в том, что остальные находятся в безопасности Понимаю Я этого больше не допущу Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу спросить про нижний уровень шахты Ордогар думает, что в этом мало касаться человек Просто ответь Ты ведь посылал туда своих бойцов? Ордогар не знает, откуда человек быть известен об этом Но должен быть прав Когда-то Ордогар хотеть освободить глубокие шахты Он отправляет туда много сильный брат Но они все погибать там Никто не возвращаться К Ордогар Обратно Тебе же известно, что там находится внизу? Там быть зло Огромное зло, которое убивать много братов Ордогар Страшный демон Который не иметь имени Не иметь названия Ордогар больше не посылает туда никто Не тревожит больше злой демон Ты знаешь, откуда он вообще мог там взяться? Ордогар не знает этого Только старый Грок быть там, когда демон пробудится Грок предположил, что он там что-то охранял Ордогар ничего не известно об этом Но возможно, Грок быть и прав Я хочу помочь вам расправиться с демоном Ха-ха-ха-ха-ха Неужели человек восомнит себя великий воин? Злой демон раздавить его Как жалкий червяк На твоем месте я бы не был настолько самоуверен Храм на болотах свободен Теперь Ордогар видит, что тут не врать ему Человек уметь хорошо сражаться А что насчет шахты? Он разрешать человек идти в глубокие шахта Сражаться нам с демоном Но злой демон Быть много мертвых слуг Человек быть очень трудно одному ходить туда И что ты предлагаешь? У Ордогар быть мало сильный воин Чтобы отправлять их вместе с человеком Поэтому тот сначала ходить к Уртрал Великий вождь братов Просить, чтобы тот дать много сильный воин Они пойти вместе с человек Будут помогать ему сражаться с демок Теперь человек ступач Приходить к Ордогар, когда поговорить с Уртрал Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди минутку. Есть что-то другое, но надо. Почему же не делся? Так как у нас еще мало пора. Ты всегда это говоришь. Уртрал поможет с воинами. Быть хорошо. Теперь человек может чуть не сражаться с демон. Ордогар желать ему удача. Там и у нас еще мало пора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рок-шока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рок-шока! Нас прислал от Береги вождь. Идти сражаться в глубокие шахта. Не так уж вас и много. Все воины, которые будут тут, все очень сильные. Много раз сражаться с врагом. И побеждать его. Ну, будем надеяться, что ты прав. И они действительно мне помогут. Человек давать знать, когда начинать. Мы ждать тут его сигнал. Грузитесь на платформу. Мы начинаем. Хорошо. Тогда человек брать ключ, чтобы опускать платформу. Рок-шока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Рок-шока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдешь со мной сражаться в глубокую шахту. Человек не шутить, Суртак! Разве Ардагар не запрещает никому ходить туда? Ардагар дал мне свое согласие. Так что теперь я с несколькими вашими воинами отправляюсь вниз, чтобы покончить с обосновавшимся там злом. Уртак быть рад, что человек не забыть про него. Он идти вместе с ним сражаться в глубокие шахта. Тогда отправляйся к подъемнику. Сбор там. Хорошо. Вот так уже идти. Я этого больше не допущу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отмор одни проблемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, что произойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok